Что такое? Алиса. Твоё? Твоя вилка? Да, ты кушаешь ей, что ли? Привет! Вредина. Сегодня весь день Алиса спала, сегодня шёл снег. Вчера вечером очень забавно было, кто-то подошёл к забору с другой стороны и Алиса играла. Там, наверное, была собачка или кот. То есть Алиса была поглощена. Она всех от него отгоняла и стояла около забора. И, соответственно, нюхала забор, прыгала на забор потихоньку. И с той стороны тоже кто-то играл. Я так и не смог понять, кто это был, потому что Алиска всех отгоняла. Но это было очень забавно. Ей, конечно, не нравилось, что кто-то подходил и смотрел, как она играется около забора. А сегодня спала. Такая вот мордочка. Но вредная, да, вредность измеряется в снеге. То есть сегодня был снег, соответственно, сегодня она вела себя очень вредненько. Алиса всё ещё копает свой лисополитен. То есть у неё каждую ночь работа. Мы сейчас подготавливаемся к тому, чтобы разместить работы. Их очень много. Их присылают. Лиска ночью копает. Она и ночью копает, и днём копает, потом идёт туда, спит. То есть проходишь мимо, и из-под вольера слышно её. Это Алиса там проводит свои посиделки после того, как накопалась. Постоянно прибавляется песок в вольере. То есть она, многие спрашивают, что она делает. Она под вольером, соответственно, разрывает, там есть место. И она под вольером разрывает себе нору, чтобы там было удобно, было много места. То есть она наружу выбраться не может. Ну вот, под вольером, то есть она раскопала большое... Ой! Ну всё, началось. Ну ладно, ладно. А что тебя гладить будет, а? Вот ты вот так вот делаешь, и всё. А я перестаю гладить. И что теперь? Как дальше нам разрешить эту проблему? А, ты всё-таки отпустишь. Ну спасибо большое. А то тебя все рисуют, присылают рисунки. Ты такая няша. А эта няша такая вредная мадам, которая всех кусает. Ещё ведёт себя абсолютно... Как бы в рамках, идёт снег или не идёт. Идёт снег, значит плохо ведёт себя. Не идёт снег, значит хорошо. Макс истырил лягушек. Макс выловил себе лягушек. Да. Алиса подошла. И двух лягушек у неё... И потом... В принципе, они и были не нужны. Это только для такого... Для того, чтобы они Максу не достались. Да. Ну вот, мы с Алисой сидим во дворе. Да. Алиска вредничает. Да. Рассказывает мне, что сменили её рацион. Опять, опять. Да, вот, пришла повредничать. Ну ложись, ложись, ложись. Пришла. Да, да, рассказать. Она очень против. Смена рационного питания. И то, что слушаться, она, конечно же, не будет. Да. Ну, хватит. Подходит сзади и... И кусь. Да. Это любимое дело. И с собаками, и со мной. Подойти сзади, меня укусить за ботинок. Вот так. Ап, сзади. Ай. А собак за заднюю лапу. Такая вот игра. Лисья какая-то непонятная. Что это обозначает, и почему непонятно. Ну что? Да, да, понимаю. Да, вредненькая лисица. Ой-ой-ой-ой. Все рассказывает. Сяду на шину. Посмотрим. Ой. Что-то там, наверное, есть. Ох. Я думал, что это жуки делают. Угадайте, что она делает. Ни за что не догадаетесь. Проверила. Все на месте. Спасибо. я за дерево встану отсюда лучше видно задумала я надеюсь исход будет не такой то что ты видел мою нычку ты не должен отсюда уйти надеюсь что не так странное поведение лисы она помнит что где то здесь но где точно не помнит я думаю что это так выглядит хотя зачем она закапывает обратно я не понимаю надо пометить пойти к следующему дереву а сейчас я слишком близко стою от нычки надо уйти потихоньку сторону а Это ее способ общения. Эти звуки. Интересная история была вчера вечером. Вчера где-то за забором какая-то собака начала истошно скулить. И Алиса, недолго думая, то есть собаки Макс с Белым начали гавкать. А Алиса, недолго думая, такая так-так-так-так-так, и к себе в вольер ушла, там села. И мне говорит, закрой дверь, давай снаружи. Все, я остаюсь здесь. Да, ой. Все хорошо. Греется на солнце, собаки ушли. Ушли? А, нет, не ушли, вон Белый. Это она мне показывает, что там Белый стоит. Да. Увести его, да? Ты тут остаешься? Пошли, Белый. Ой, и ты здесь? А, ну я теперь понял, почему. Вы просто за спиной моей сидите. Пойдемте. Макс, Белый, пошли. Оставьте ее. Пошли, пошли. Или ты тоже греешься на солнце. Оставьте ее.